Когда я говорю людям, надо покупать акции, надо инвестировать в акции, и что это приносит доход, ну, люди говорят, ну, акции ведь могут и упасть, и они действительно иногда падают, и как раз сейчас, кажется, наступает такой момент, потому что очень многие предрекают рынку падения. Рынок непрерывно рос в последнее время, и очень многие предрекают падение. Что же делать, когда рынок упадет? Ну, и если он упадет? Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, очень многие аналитики говорят, ну, все, лето, затишье, значит, рынок должен упасть, и действительно, рынок где-то, ну, ближе к августу очень часто падает, и не только у нас, но и в мире, но, так сказать, все уходят в отпуска, предпочитают зафиксировать прибыль и уехать, отдохнуть. Сейчас, с другой стороны, идет восстановление после коронавируса, и, ну, и тоже, в общем-то, все хотят отдохнуть. И есть разные факторы о том, что рынок может упасть, я вот читаю регулярно, и, кажется, на этой неделе он начал падать. Давайте посмотрим, как вел себя рынок за последнее время. Вот сейчас вы видите индекс S&P 500, это в долларах, средняя стоимость, ну, как бы усредненная стоимость акций американских компаний, вы видите, что вот это вот начало коронавируса, здесь, ну, вроде все было хорошо, он рос, а потом, значит, коронавирус внезапный, и кризис, которого, так сказать, сто лет не было уже, так сказать, 12 лет не было кризиса, пора бы к кризису, и, кажется, вот он начал, начался кризис. Вот акции сначала упали, так сказать, там американцы очень резко начали агрессивно вот здесь вот понижать ставки, потом, значит, соответственно, QE включили печатный станок для того, чтобы остановить падение, ну, это как обычно происходит. Куда идут деньги? Деньги идут на фондовый рынок, и фондовый рынок начал восстанавливаться, то есть все деньги, которые были напечатаны, они шли в фондовый рынок, но это пустые деньги, то есть предприятия не очень-то сильно и работают, то есть падение производства есть, но фондовый рынок растет, а производство не растет, то есть, смотрите, стоимость акций растет, капитализация растет, а это не подтверждается прибылью, и получается такой дисбаланс, понимаете? Вот, то есть, вроде все растет, а как бы, ну, отрывается от фундаментальных параметров. И что должно произойти в какой-то момент? В какой-то момент должно произойти, ну, какое-то сближение вот этих вот двух параметров, то есть, либо стоимость акций должна упасть, которая безумно выросла, либо должны вырасти прибыли компаний. Вот, а если ничего не растет, то, в общем, как вырастут прибыли компаний? Прибыли компаний могут вырасти так, что когда напечатанные деньги, люди начнут вдруг тратить на покупки, на какие-то, так сказать, стимулировать покупки, и покупки не стимулируются пока еще, и начинается инфляция, а инфляция, что такое инфляция? Это рост цен, ну, то есть, компания продает то же самое, но прибыль в бумажном выражении растет, и вроде бы тоже все нормально. Но против инфляции есть тоже свои методы борьбы, и эти методы борьбы – это повышение ключевой ставки центробанками. Но вот здесь вот, опять же, возвращаемся сюда, здесь центробанки очень резко понижали ставку для того, чтобы стимулировать, ну, а сейчас, если будет инфляция, то они будут повышать ставку, рефинансирование. К чему это приведет? Это приведет к росту доллара по отношению к другим валютам. Ну, прежде всего, в долларах, если мы думаем, а у нас-то многие в долларах думают. Вот, поэтому, соответственно, доллар в цене вырастет, и, соответственно, как валюта и все цены в долларах, то тоже должны, как бы, ну, стабилизироваться. И вот это вот, ну, как бы, охладит пыл. С другой стороны, когда ставки низкие, компании берут кредиты с удовольствием. Есть многие компании, которые просто берут кредит, значит, там, ну, он без процентов, они им пользуются как-то, потом отдают кредит, берут новый кредит и так далее. И когда ставки повысятся, то новый кредит уже, ну, придется отдавать по более высокой, за него более высокие проценты придется платить, во-первых. Во-вторых, банки начнут зажимать, и, соответственно, ну, банки будут интересоваться платежеспособностью клиентов, и поэтому, ну, деньги подорожают, соответственно, компании должны, по идее, многие разориться, когда начнутся, начнут повышаться ставки. Ну, в принципе, это просто второй этап кризиса, как бы. То есть, вот мы прошли достаточно успешно, ну, первый этап кризиса, который гасится просто печатанием денег, а второй этап кризиса, когда уже, ну, надо за все это расплачиваться, кто будет платить за банкет. И вот, кажется, здесь график, одна свечка, это один день, то есть, вот здесь, буквально с июля 2019 года, этот график, давайте мы его сделаем помельче сейчас, вот четырехчасовой. Что произошло в последнее время? Нет, дневной все-таки сделаем, наверное. Нет, четырехчасовой все-таки. Вот, вот он, конец июля, и давайте посмотрим, что же у нас происходит страшного в конце июля. Вот здесь вот в мае происходило падение, мы видим, то есть, как бы, заявочка на падение. В июне была заявочка на падение, и вот сейчас уже вторая половина июля, и вот эта заявочка уже на падение, достаточно, казалось бы, серьезная. Падение началось в понедельник. Вот такое вот падение. Но падение в индексе S&P 500, это еще не самое страшное. Самое страшное это нефть. Нефть, которая непрерывно росла, давайте переключимся на нефть. Нефть, которая непрерывно росла, вдруг начала падать. Она начала падать с 76 долларов за баррель, и за буквально вот два дня, понедельник, вторник, она упала до 68. То есть, ну, практически на 10 долларов там в моменте было. Нефть упала на 10 долларов. Это гигантское падение, и для нефти это очень сильно. С чем это было связано? Это было связано с тем, что ОПЕК плюс заседал, и они долго не могли вот здесь вот прийти как-то к соглашению. Там вроде разговаривали-разговаривали, но никак не могли прийти, и наконец пришли к соглашению о том, что будут постепенно увеличивать добычу нефти. И с августа месяца, с августа. Вот. И с другой стороны, когда нефть очень дорогая, есть вероятность того, что американцы сланцевую нефть свою начнут снова распаковывать и добывать. И это тоже сгладит, как бы, рост цен на нефть. А восстановление экономики, если идет не очень хорошо, то, в общем-то сказать, нефть должна упасть, и она начала падать за 10 долларов. Понимаете? И что же делать в такие моменты, когда все падает? Ну, так, давайте еще посмотрим, что с индексом РТС. Индекс РТС, ну, он достаточно ведет себя похоже на индекс S&P 500, но есть свои нюансы, потому что мы достаточно сильно, во-первых, зависим от нефти, с одной стороны. А с другой стороны, мы уже очень сильно, ну, как бы, не так сильно зависим от других стран, потому что у нас с бюджетом все в порядке, мы никакие деньги не тратили, не печатали, у нас все происходило естественно и само собой. Поэтому по бюджетным параметрам Россия сейчас находится на великолепном месте, нам никто денег в кредит не дает, то есть мы не закредитованы. И вроде и отношения все хорошие, значит, и вроде бы и Путин там, как бы все нормально, еще и у нас грядут выборы в сентябре месяце, значит, к выборам надо показать красивую картинку, красивую экономику, а что ее не показать красивую, если она по сравнению с прошлым годом, любая картинка будет красивая, здесь ничего сложного нет вообще, как показать красивую картинку. Но, к тому же, правительство, вот Путин распаковал огромные деньги и вливает их куда? Людям? Нет, не людям. Он вливает их в экономику. И, в принципе, это достаточно правильно, это разумный шаг. Он начинает строить инфраструктуру. И сейчас мы все видим, что кругом строятся дороги, кругом строятся мосты. То есть, промышленность не возводится, но строится инфраструктура, дома украшаются, постоянно перекладывают эти плитки, постоянно какие-то зоны, значит, сейчас уже там самокатики какие-то, совершенно спокойно можно кататься на самокатиках. Раньше на раздолбанных тротуарах нельзя было кататься вот на этих самых самокатиках. То есть, меняется среда, меняется среда обитания, жизнь становится, ну, так сказать, ну, по крайней мере, среда обитания становится лучше, это уж точно. Вот. Поэтому, значит, и вот эти вот гигантские деньги вливаются, но мы видим, кругом повсеместно строительство, они не могут не пройти незамеченными. То есть, экономика должна расти, поэтому падение индекса РТС было не таким сильным, как падение индекса S&P 500 и мировых индексов. И, в общем, так сказать, ну, как бы Россия идет в этом смысле очень даже неплохо по сравнению с другими странами. Если вы считаете иначе, напишите, пожалуйста, в комментариях, скажите, что Юра, ты вообще идиот и так далее. Но, на самом деле, если посудить, да и графики это подтверждают, Россия идет на неплохом месте. То есть, акции, во-первых, ну, продавать, в общем-то, я уже, я точно уж не продаю, но я зарабатываю на падении рынка. Как можно заработать на падении рынка? На падении рынка можно заработать элементарно, если ставить на падение, то есть, открывать позиции в шорт. А где это лучше всего делать? Это лучше всего делать на срочном рынке. И вот, в прошлом видео, которое я снимал для ТикТока, и которое, к сожалению, ТикТок заблокировал, заблокировал вообще меня, я показал это видео и в Инстаграме, и в ВК, и во всех сетях, значит, кроме ТикТока, который меня заблокировал, и на Ютубе даже. Вот, вы можете видеть это видео. Значит, я там со 177 тысяч поднялся на нефти до 200 с лишним тысяч. Сразу очень быстро достаточно, там, 40 тысяч, там, 24 тысячи за день, там, что-то такое. Вот, что произошло дальше? А дальше на следующий день, ну, когда на 10 долларов оно упало, я стал ждать коррекции. А коррекции не было. И она немножечко еще даже провалилась. И на следующий день, короче говоря, я потерял все, что заработал. Но я все-таки упорно сдал коррекции. То есть, там, съела, это, распад съел. Ну, вообще, короче говоря, много чего, как бы, повлияло на это дело. То есть, все, что я заработал, я снова, так сказать, как бы, там, к 170 тысячам и пришел. Вот, но на следующий день коррекция таки началась, пошел рост. И то, что я и предполагал, в общем-то, так сказать, что нефть отпрыгнет, соответственно, это и произошло на нефти. Я очень даже здорово поднялся. Вот, в процентах еще больше я поднялся на РТС, но там была низкая база. Вот, что по нефти у меня сейчас, смотрим. А нефть, вот она, колеблется уже в районе 72-85. У меня было, я напоминаю, неделю назад еще, сегодня экспирация, неделю назад было 177 тысяч, сейчас 218 тысяч. Вариационная маржа 3,392, то есть, уже 220 тысяч, грубо говоря. Вот, и, ну, сейчас я здесь хеджируюсь фьючерсами. Если без хеджирования, то вот так вот выглядит моя стратегия. Вот, без фьючерсов. Но я немножечко ее корректирую. То есть, сейчас я купил фьючерсы, а потом, когда будет ясно, что нефть, вот она сегодня начала расти, здесь минутный график. Здесь я постоянно сижу, особенно в момент экспирации, я постоянно смотрю за монитором. И вот она, так, давайте получасовой график уже включу. Вот, давайте посмотрим. Здесь я уже не так часто совершал сделки. Ну, вот здесь вот имело смысл совершать сделки. И вот здесь вот я, так сказать, ну, потерял. Но вчера, в общем-то, так сказать, вот нефть пошла вверх. И я очень-очень здорово даже заработал на этом деле. То есть, у меня 217 тысяч. То есть, я вчера заработал 40 тысяч. Вот. То есть, было плюс 24, потом минус 24, потом плюс 40. То есть, сейчас у меня и те 24 вернулось, и еще, значит, там 17 тысяч 20 сверху. Вот. На нефти заработалось. Ну, по-прежнему я рассказывал об этом на своем телеграм-канале. Там мы обсуждаем. Сейчас мы обсуждаем, куда же пойдет нефть дальше. Вот, думаем, я задал вопрос. Ну, кто-то говорит, что нефть пойдет вверх, кто-то говорит, что вниз. Не знаю. Надо смотреть внимательно, я считаю. Тут вот, о, смотрите, у меня стоп-заявка сейчас на расчет встала. Видите, да? Вот она. Стоп-заявка на продажу. Стоп-заявка на продажу. Она пересекла эту стоп-заявку. То есть, take profit сработал. И встала на расчет. Теперь будем смотреть. Как только она скакнет вниз больше, чем на 10 пунктов, то она, заявочка сработает. Ну, вот здесь вот уже сегодня я совершил одну сделку на 30 лотов по нефти. И заработал на этом. Ну, вот здесь вот уже на текущий момент 8275 рублей на нефть я заработал. Это вот за счет хеджирования. Ну, и сейчас дальше вот, ну, судя по всему, тоже будет прибыль. Потому что куплены они у меня на 72, не помню. Ну, где-то здесь. Здесь, ну, а сейчас вот уже пошла на расчет. Ну, то есть, явно уже прибыль будет абсолютно точно. Какая она будет, еще неизвестно. Ну, посмотрим. То есть, потому что никто не знает, где она остановится и пойдет вниз. Как только пойдет вниз, он, эта заявка сработает. Ну, а о том, как зарабатывать на срочном рынке, я рассказываю на курсе по опционам. Это именно курс по опционам, не по акциям. Ну, если у вас, если вы не прошли курс биржи для чайников, то и вы оплатите курс по опционам, то вы получите два в одном флаконе. То есть, и биржу для чайников, и курс по опционам. Ну, вы видите, что этим надо заниматься. Ну, вот, все, она сработала, прибыль зафиксирована. 9379, ну, еще тысяченка прибавилась. Вот, пока я тут разговаривал. Ну, вот, соответственно, такая история. То есть, смотрите, когда рынок спокоен, мы покупаем акции. Когда рынок начинает падать, мы идем на срочный рынок и зарабатываем именно там. А что у меня с акциями, давайте посмотрим. Ну, я говорил про портфель 100 тысяч рублей. И давайте посмотрим на этот мой портфель 100 тысяч рублей. Вот, что у меня там происходит. Ну, я сейчас, как бы, ну, не готов в Excel показать это дело. Это будет достаточно долго. А что сейчас с моим портфелем? Ну, 94 тысячи ликвидационная цена 663 рубля. То есть, соответственно, он немножечко подрос, как и предполагалось. Потому что там предполагалось, что он сбалансированный. Там 50% в долларах, 50% в рублях, 50% где-то в облигациях, нет, 40% в облигациях, 60% в акциях различных. И либо других каких-то продуктах, которые очень-очень такие надежные. Поэтому, значит, вот он предполагался, что, ну, будет медленно расти, но и не упадет. Что, в принципе, и происходит. Давайте посмотрим, ну, что происходит. Ну, Open Weather это всепогодный, значит, ETF. У меня здесь по проценту актива, самый большой процент актива в данном случае, это именно вот этот вот ETF Open Weather от Открытия, брокер. Доступно абсолютно всем, каждому. То есть, всепогодный ETF, как раз он сбалансированный, он как раз, ну, вообще просто, просто супер сбалансированный. Поэтому, вот он 24292, ну, в общем, так сказать, как бы так, и, в принципе, остался как на момент покупки. Но он у меня был куплен, это долларовая часть защитная, он у меня был куплен за доллары, поэтому здесь не реализована PL, то есть, не реализована прибыль. Это 24292, на самом деле, она не такая большая, потому что ее надо пересчитывать в долларах. Вот, значит, вот здесь вот другая у меня нота, это уже рублевая защитная часть, FKIO P2. На нее вообще можно не смотреть, здесь кажется, что убыток, но здесь убытка не может быть, потому что эта нота была куплена, это структурная нота, вернее, структурный продукт в виде облигаций, доступен абсолютно всем. И что это такое? Он 100% гарантия защиты капитала, то есть, убытка здесь быть не может, 100% защита. Вот, здесь может быть только прибыль, причем прибыль опирается на тоже достаточно надежный ETF, который ведет компания Societet General, и, значит, ну, он достаточно сбалансированный, но при этом, если он вырастет, то я получу в 1,8 раза больше доходность, чем вырос этот фонд. Ну, я считаю, что очень хорошее вложение, в принципе, ну, и туда вложено достаточно много денег, да, 14 тысяч. Вот, дальше у меня идет FXRV, это фонд, который 8800 паев этого фонда, почему, так сказать, так много? Да потому что они стоят руб 28, видите, да? Ну, здесь прибыль небольшая, ну, как бы это вообще размазано по, там, насколько я помню, там, 500 акций, вот, мировых компаний вообще, во всем мире. Дальше идет у меня Acron, который у меня, вот, желтая линия, видите, да? Не мочит, не телится, ровно посередине, так сказать, ну, как бы, так сказать, он то в плюсе, то в минусе пока. Яндекс в плюсе, в хорошем плюсе, вот, вот она, желтая линия. Этот Яндекс, не смотрите, вот эта желтая линия, это то, что куплено на другом счете у меня. Там у меня все намного лучше и красивее, так сказать, там у меня рост больше 100%, я по 2200 его когда-то покупал. Ну, а здесь портфель 100 тысяч рублей, мы видим, что Яндекс, ну, подрос, по крайней мере, и неплохо подрос. Вот, Магнит рос, падал, ну, сейчас я ожидаю рост, почему? Потому что, ну, Магнит там растет сейчас, он купил сеть Dixie там и так далее, вот эта сделка, сейчас там что-то происходит. Вот, фосагрохимия очень сильно выросла, и все хорошо, с 4 до 4600. Русаква вообще в космос уходит, это аквакультура, это рыбная промышленность там, ну и так далее, российская. Вот, Газпромнефть в плюсе в хорошем, хотя была и в минусе в свое время, нет, в минусе она не была. Вот, ну, в хорошем плюсе. Система, система у нас в минусе. Ну, просто я ее купил вот на другом счете, хорошая компания, в принципе, я купил на другом счете по 12 рублей, сейчас она 29, то есть в два с лишним раза выросла. И перспективы все очень хорошие, но, как бы, вот сейчас она, относительно портфеля 100 тысяч рублей, она генерирует убытки некоторые. Ну, там и вложено всего 2924 рубля. Вот, Газпром растет, и, в общем-то сказать, ничего ему не расти. Агро, сельское хозяйство растет, вполне себе нормально. Мосбиржа, Мосбиржа упала, вот, ну, ну, упала, вот так, в принципе, потери невелики, но она упала. НКНХ, ух ты, она выросла, было, так сказать, очень долго в минусе, сейчас подросла, уже в плюс ушла. Новотек, Новотек очень хорошо вырос, вот, Новотек это сжиженный природный газ. Алроса, Алмазы России выросли, ну, совсем даже хорошо. Русал, Алюминий, ну, он упал, потому что тут на них гонение у нас, хотят повышать пошлины, говорят, слишком вы много получаете, поэтому, правительство, поэтому, вот, он немножечко упал. Но, тем не менее, он в плюсе, в хорошем плюсе у меня. Эталон Групп, ГДР, я не знаю даже, почему я его купил, не помню. Смотрите, портфель 100 тысяч рублей. Так, Татнефть в минусе. Лента, а лента в плюсе? Нет. Лента в минусе небольшом. А, ну, практически ноль, потому что, вот, желтая полоса. А, или она совсем одна куплена, что-то, 238 рублей, ну, в общем, ничего. Давайте посмотрим на долларовую часть. Долларовая часть ровно 500 долларов. Было там, ну, короче говоря, есть очень небольшой рост. Ну, подтверждается, опять же, могу сказать, что метод, которым я выбирал эти акции, там, очень хороший, оправдал себе. Energy Transfer в плюсе. Career Global растет в хорошем плюсе. Norton LifeLog в огромном плюсе. Hartford Financial Services в хорошем плюсе. Ford Motor Company в плюсе. Pulte Group в плюсе. Newell Brands в плюсе. Sanofi в плюсе. Фармацевтическая компания французская. Вот. Lumen Technologies, обалденная компания в плюсе. Ну, так сказать, в небольшом, да. Korea Electric Power, ну, в плюсе. Небольшом. Host Hotels and Resorts болтается. Снимется пандемию. Он очень хорошо вырастет, я считаю. ON Semiconductor. Как ни странно, в минусе. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему Semiconductor в минусе. Ну, полупроводники, полупроводники сейчас в дефиците. Не знаю, почему. Вот. China Life Insurance в большом плюсе. В большом минусе, но из-за противостояния с Америкой. Ну, и самый большой у меня убыток – это компания Viatris, которую я купил. Которая, значит, там, фармацевтическая компания. Но, тем не менее, она отделилась от Pfizer. И, тем не менее, она падает. Вроде хорошие перспективы. Ну, в общем, сказать, портфель неплохой. Но что с портфелем? Почему, так сказать, все падает? Да потому что доллар нифига не растет к рублю. А рубль не падает к доллару. Вот. И какие перспективы? А перспективы следующие у нас в пятницу заседания Центробанка. И очень многие говорят, что будет повышена ставка ключевая еще на 1%, что приведет к резкому укреплению рубля. То есть, индекс РТС вырастет, продолжит рост, потому что рубль укрепляется. Ну, и, соответственно, долларовая часть моя немножечко просядывает из-за того, что рубль укрепится. Но, тем не менее, надо держать, я считаю, и в рублях, и в долларах. Потому что Россия – это большие риски со стороны политики. У нас ожидаются осенью, ну, или, то есть, в течение года я жду, в общем-то, очень серьезных изменений политических. Вот. Ничего исключать нельзя, поэтому лучше все-таки хранить достаточно большую часть в долларах. Вот. Тем не менее, даже если рубль, там, сказать, сейчас какое-то время будет укрепляться. Но это, как вы понимаете, может очень резко все улететь куда-то в тартарары. Поэтому и то, и другое, 50 на 50. Ну, я надеюсь, что видео было полезным многим. И, ну, оставайтесь на моем канале, лайк, подписка. И до встречи. С вами был Демятков Юрий. С вами был Демятков Юрий.